Записывая это видео по многочисленным просьбам своих зрителей, которые после нескольких публикаций на тему петухов на зоне, захотели узнать более подробно о том, как эти самые петухи на зоне живут. Вот, сам я о жизни петухов на зоне, конечно же, ничего не знаю, поскольку я на зоне не был. Но вот попутчик один в поезде как-то рассказывал. Рассказывал с опаской, с оглядкой, поскольку в той истории с петухами было замешано высшее тюремное начальство. Короче, была одна зона, а в зоне той были петухи. И петухи эти находились на содержании у самого кума. А кум это, если не знаете, начальник тюремной оперчасти. И вот, будучи мужиком горячим и пылким, кум устраивал в подвластной ему зоне петушиные бои. И для этой цели он заказывал с воли петухов редких бойцовских пород. Он там обустроил настоящий тотализатор, в котором принимали участие сотрудники колонии и даже некоторые особо авторитетные зэки. Но то авторитетные. А простому зэку чего надо в первую очередь? Правильно, пожрать! И вот у многих в зоне той прямо-таки сердце разрывалось, что вот оно свежее мясо по тюремному двору бегает, а стрямкать его не получается. Ну, конечно, кумовские петухи вот так по всему двору не бегали. Жили они в специальном вольерчике. И вот пара особо смышленных сидельцев так и придумала, как поживиться мясцом, не вызвав божественного гнева начальства. Один из них был-то как раз тот самый человек, что рассказал мне эту историю. Он пришел к куму и сказал, что слышал, как другие зэки обсуждают план похищения нескольких петухов, чтобы сделать из них жаркое и суп к дню освобождения одного авторитетного урки. Кум, как услышал такое, аж зубами заскрипел. А зэк-спаситель, не будь дурак, предложил свои услуги по охране петушиного вольерчика в ночное время. Начальник с радостью согласился. А у зэка того был напарник, который в вольной жизни являлся профессиональным таксидермистом. И вот как они подмастрились тирить у кума петухов. А сейчас будет небольшая рекламная пауза. Прошу вас обратить внимание на музыку, которая играет фоном к данному видео. Эту музыку написал я сам. Я профессионально занимаюсь созданием музыкального сопровождения и звуковых эффектов для видеоигр, кино, если угодно, спектаклей или телепрограмм. В общем, кому что надо, заказывайте. Контакты для сотрудничества будут в описании видео. Зэк-охранник ночью одного доставал. Тащил в коптерку. Там его быстренько потрошили, извлекая все съедобное. А из остатков бывший таксидермист быстренько варганил петушиное чучело. Благо навык остался. Это чучело охранник возвращал в вольерчик и сажал на насест. А потом вдруг оказывалось, что один из петухов как бы сдох. Ну, заболел, наверное. Кум со стороны видел просто дохлого петуха, не догадываясь, что внутри у того вместо мяса и кишок бумага и тряпки. Сам же охранник этих безвременно почивших петухов с почестями и хоронил. А кум вместо них заказывал с воли новых. Достал, чтобы подстраховаться, брать по два-три вместо одного умершего. Так что некоторое время был у группы лиц на этой зоне настоящий петушиный рай. Потом кум стал в конце концов что-то подозревать и отстранил добровольного охранника от обязанностей, поставив на его место одного из вертухаев, у которого с пайком все нормально было, а потому он на чуших петухов притязаний не имел. Вот такова она, жизнь петухов на русской зоне. Трудна и опасна. Продолжение следует...